Приветствую вас! Это программа «Здравый смысл» в студии Алексей Вербицкий. Как воспитать чемпионов и привлечь максимум людей к занятию физкультурой и спортом? Что для этого планируют сделать в Перворайске? Об этом сегодня поговорим. Гость студии Антон Баталов, председатель общественной организации «Пресс Город Чемпионов». Антон, приветствую, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Алексей. Я бы вот с чего хотел начать. Городу чемпионов 5 лет. Я вас поздравляю. И вопрос такой, что за эти 5 лет удалось сделать самое важное, самое главное, на ваш взгляд? Ну, если кратко, то за 5 лет мы провели более тысячи мероприятий спортивных, в которых ежегодно принимает участие более 15 тысяч человек. Также установили несколько рекордов города, такие как по подтягиваниям, отжиманиям на брусьях, отжиманиям от пола и даже в таком необычном упражнении, как бёрпи. Это что такое? Бёрпи – это упражнение, которое выполняется, комплекс из трех упражнений, которые выполняются упор, лёжа, отжимания и выпрыгивания. Такое, с одной стороны, вроде бы лёгкое, но достаточно сложное и ресурсное упражнение. Также мы организовали порядка 60 тренировок с чемпионом, в которых приняли участие спортсмены и мирового уровня, и олимпийские чемпионы. Также мы организовали, точнее, установили более 40 комплексов ГТО, на сегодня их 43, получается, во дворах нашего города. Сооружение для подготовки к сдаче норм ГТО. То есть она состоит из четырёх комплексов, которые помогают именно подготовиться к нормам ГТО. Ну, и я думаю, что самое главное, что мы смогли сделать за это время, это как-то воодушевить людей к занятию физической культурой и спортом, ну, и сделать это, наверное, трендом нашего города. А вы как-то отслеживаете вообще, сколько людей занимаются спортом в Первареске, физкультурой и спортом вообще ведут активный образ жизни? Есть какая-то статистика на сегодняшний день? Статистику, на самом деле, ведёт у нас администрация города, и мы периодически к ней обращаемся, чтобы тоже быть в курсе. На данный момент в городе занимается порядка 37 тысяч человек спортом, но это довольно хорошая статистика для города. То есть это где-то четверть, наверное? Примерно, да. Какие задачи перед собой ставите сейчас? Я имею в виду организация «Опираясь в город чемпионов». Да, ну, в будущем мы, конечно, хотим всё же организовать те мероприятия, которые не смогли организовать в этом году, ну, в связи с пандемией. Это и новый забег на пильную, и летний кроссфит, и также соревнования по горнолыжному слалам. Также хотим продолжить и тренировки с чемпионом, ну, и, конечно же, это установка новых комплексов ГТО во дворах города. Ещё, что я вспомнил, в этом году мы закупили снова 100 комплектов палок для нашего клуба скандинавской ходьбы, но, к сожалению, вот из-за пандемии клуб не смогли в этом году открыть, но надеемся, что все эти проекты мы обязательно реализуем в следующем году. Ну, что касается пандемии коронавируса, какие новые формы работы всё-таки есть? Я, насколько понимаю, вы сложа руки не сидите, да? Вот каким образом всё-таки пропагандируете спорт сейчас? Ну, мы используем, в принципе, все инструменты по возможности. Это и лекции в школах, это и тренировки, открытые с чемпионом, и в условиях пандемии это, конечно же, различные челленджи и соревнования в социальных сетях. Такие, как вот недавно мы провели вертикальный забег, индивидуальный вертикальный забег по лестничной клетке. Кстати, попали тоже в областную повестку на телеканал «Россия-1». Также мы установили онлайн рекорд по массовым отжиманиям и отжались более 17,5 тысяч раз. Поэтому не стоим на месте, работа кипит. Отлично. Я просто знаю, что вы в профилактику коронавируса тоже свой вклад внесли. Расскажите, как это было? Да, это очень интересная такая история. Когда только началась вся эта первая волна, мы сшили 50 брендированных масок «Перурайс-город-чемпионов» и решили, дабы не устраивать тактильного контакта, доставить эти маски с помощью квадрокоптера. Всех желающих, кто нам писал и оставлял заявки. Но уже в первый день мы поняли, что 50 масок – это капля в море желающих. Поэтому потом изготовили, сшили еще 200 и доставили их всем адресатам. Насколько я понял, тренировки с чемпионом. Планируете эту традицию продолжать? Как это будет? Кого-то, может быть, уже хотели бы пригласить? Есть какие-то, может быть, планы на этот счет? Тренировки с чемпионом – да. Это один из наших основных проектов, одно из основных направлений. Сейчас, к сожалению, очень трудно договориться о приезде каких-то профессиональных спортсменов к нам в город, ну, в связи с ограничениями. Но мы ведем сейчас переговоры с одним из олимпийских чемпионов и надеемся, что уже вскоре сможем провести тренировку с ним. Не буду пока раскрывать тайну. Какой хотя бы вид спорта? Это бокс. Не так уж и много. Интрига почти раскрылась. Почти раскрылась. Что касается активистов, которые сейчас состоят в вашей организации, сколько их сейчас? Планируете ли вы расширять этот состав? Ну, и вообще, чем активисты Перевского города чемпионов занимаются? Какие у них задачи? На данный момент у нас более тысячи активистов, из которых создана команда в 30 человек. Это те ребята, которые нам помогают до мероприятия в подготовке площадки. А непосредственно на самом мероприятии они занимаются регистрацией участников, они занимаются судейством, ну, либо отвечают за какие-либо чекпоинты, например, на легкоатлетических соревнованиях. Это ребята, которым все-таки вы предъявляете какие-то определенные требования? Они спортсмены должны быть? Или это просто те, кто ведет активный образ жизни? Или те, кто желает помогать? Вот как вы их отбираете? Конечно, в первую очередь, это ребята, те, кто заинтересованы просто помогать, заинтересованы вообще в развитии спорта и имеют какую-то активную жизненную позицию. То есть они легко вливаются в коллектив, и мы, я не знаю, как дружная семья, все мероприятия готовим и проводим. Ну, это волонтеры, да? Они работают как бы даром у вас, да? Или какие-то бонусы все-таки за эту работу им, ну, так сказать, обещаны? Ну, во-первых, если это наша команда, команда подготовки, то для ребят всегда мы дарим брендированный мерч, эксклюзивный, который нельзя нигде ни купить, ни заработать каким-либо другим способом, только помогая нам на мероприятиях. Также мы для ребят устраиваем различные сейшены. Например, вот на этой неделе в субботу мы поедем с ребятами поиграть в пинбол, чтобы немножко их развеселить и дать положительных эмоций. Ну, и, конечно же, ребята получают колоссальный опыт в подготовке и проведении мероприятий. У меня есть пример. Данил Лосев, который с нами со дня основания организации, и сейчас он является организатором спортивных мероприятий у себя в институте. То есть полностью использует полученный опыт. Как активистом-то нужно стать все-таки вашей организацией? Что для этого нужно сделать? На самом деле все довольно просто. Достаточно зайти в нашу группу во Вконтакте «Первуральск. Город чемпионов» и написать нам личное сообщение о том, что я готов, я могу, и обязательно мы вам ответим, и вы попадете в наши ряды. Замечательно. Какие виды спорта планируете развивать в Первоуральске? Как это будет происходить? На данный момент у нас очень мало секций для самых младших наших будущих чемпионов. Но в мире развивается стремительно так. Это беговельный спорт. Я думаю, что, наверное, основной упор сделаем в будущем на них. Это вот велосипеды без педалей? Велосипеды без педалей, да. Почему, как вообще вы отбирали виды спорта, которые сейчас курируете, опекаете? Что вот этот спорт нам нужно развивать, вот этот вид спорта нам не нужен в Первоуральске, ну, условно говоря. Какие критерии отбора? На самом деле мы не склоняемся к каким-то определенным видам спорта. Хотим помочь всем, но понятно, что это довольно трудно. И в первую очередь помогаем тем видам, которые к нам обращаются, и начинаем с них. Не выбирая кого-то отдельно. Этим будем помогать, этим не будем. Вы общественная ведь организация, да? То есть, ну, по умолчанию, которая не зарабатывает самостоятельно деньги. Тогда вопрос, откуда средства на проведение соревнований, вообще на деятельность вашего общественного движения? Совершенно верно. Мы не ведем коммерческую деятельность, поэтому не зарабатываем денег. Изначально организация существовала за счет собственных средств. Сейчас они поступают из трех источников. Первое – это благотворительность, это спонсорская помощь. Второе – это субсидии Министерства спорта Свердловской области. Ну и третье – это, конечно же, личные средства. Хорошо. Антон, спасибо вам за беседу. Успехов вам в вашей деятельности. Спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами. Всего доброго, будьте здоровы, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова